Ну конечно, я всегда в чем-то виноват. Отдохнул, называется муж, после работ. Ссоры и недопонимания бывают в любом браке, пускай и самом крепком. Не обходят они стороной и эту супружескую пару. Он реалист, не строящий воздушных замков. Она же мечтательная натура, которой не хватает романтики в браке. Такой свою героиню и на сцене видит Мадина Костоева. Она немного такая вот возвышенная, немного начиталась романов и турецких сериалов и хочет вот такого, чего в принципе в жизни не всегда бывает. И все живут как бы в мире согласия, если ты не будешь и чересчур много требовать. Вот поэтому я немного с ней не согласна, но мне в принципе нравится свой персонаж. Она очень легкая, воздушная, обидчивая. Не схожесть характеров на первый взгляд и рождает недопонимание между супругами. Но тут на сцене разворачивается настоящая мистика. Свою лепту в семейные ссоры вносит завистница-соседка. Семья постепенно разрушается, а виной всему джинны. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Я одолжил. Хотя... Роль обаятельного злодея, князя тьмы, примерил на себя Лом Али Таршхоев. По словам актера, за свою профессиональную деятельность он играл многих персонажей. Но эта постановка бросает ему новый вызов, как артисту. Спектакль, который мы играем, он такой вот, скажем так, экспрессивный, насыщенный, немного необычный, современный, злободневный, я бы даже так сказал. То есть он сочетает в себе разные, скажем так, кульминационные стороны, которые придутся нашему зрителю по душе. В спектакле полно музыкальных и танцевальных номеров. А мрачная и загадочная атмосфера на сцене интригует зрителя от начала и до конца. Очень интересная задумка, так как у нас действительно есть такая проблема, когда все-таки очень много завистников, и вот это вот все вызывает негативную энергию. И вот как раз таки актеры это до нас донесли. И также мне очень понравилась их игра, потому что я поверила в том, что они действительно какие-то дьяволы. Особенно девушка, которая вот вылезала из камина, это было очень интересно. Спектакль поставлен по пьесе Микаэла Базоркина «Сон или картина в цветах». Основную идею, которую постарался вложить режиссер в постановку, это то, насколько важно соблюдать религию и адаты для сохранения семейной гармонии. Сама постановка еще будет дополняться музыкой и танцами. Мы будем еще во второй этап вокалом насыщать. Это будет полноценный мюзикл после Нового года уже этот материал. Приезжают сюда, ну музыка написана в Москве, какая-то заимствованная, какая-то оригинальная. Хореограф московский, известный, крутой. И после Нового года приедут сюда специалисты по вокалу и так далее, и будут это все дорабатываться во второй этап. Но сейчас то, что вот сделано, сделано. И на мой взгляд, ребята по максимуму выложились. Чем завершится спектакль? Смогут ли главные герои вернуть гармонию в семейную жизнь? Отступят ли подусторонние силы? Ответы на эти вопросы зрители получат, посмотрев постановку. Дана Плиева, Асхабила Киев, Новости 24.